Вечер во Владимире продолжает телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Футбольные перспективы. Так звучит наша тема сегодня. У нас в студии заместитель директора АНО «Торпедо» по безопасности Дмитрий Сапашков. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. И председатель клуба болельщиков «Торпедо» Валерий Пузанов. Валерий, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, когда мы планировали эту программу, сборная России сыграла со сборной Финляндии. Тогда все были на подъеме. Мы понимали, что 21 числа будет уже понятна расстановка сил нашего российского футбола. Конечно, я честно скажу, надеялась, что наш эфир сегодня должен был быть более радостным. Все-таки хотелось верить в то, что наша сборная выйдет из группы. Но, к сожалению, не сложилось. Валерий, первый вопрос к вам. Ваши эмоции, ваши впечатления от вчерашнего матча? Да. И верили ли вы в такой исход? Нет. Верил, конечно, в лучшее. Всегда верил в сборную. Всегда в лучшее. Но эмоции, конечно, были первоначально, естественно, отрицательные, скажем так. Но потом я философски отношусь вообще к футболу, скажем так. Футбол есть футбол, игра есть игра, вернее. Мячик круглый, поле ровное. Пойди, знай. Но это говорит о том, кстати, еще, что не все решают деньги, скажем так. Так что, допустим, насколько я знаю, у тренера сборной Дании раз в пять, по-моему, зарплата больше, чем у Черчесова. То есть не все деньги. У игроки, может быть, там и дороже, чем наши игроки. То есть не все решают деньги. Это спорт, все к этому относится. Проигрывает даже, скажем так, и Челси, и Манчестер Юнайтед, и сборная Англии. Спокойно отнесся, потом уже поспал ночь. Обидно, конечно, мы рассчитывали, правильно сказали, выход в четверг финал, так сказать. В 1-8-ю, да. Нет, ну, человек рассчитывал на четверг финала, да, да. Я рассчитывал на четверг финала в Питер, с четвертого, может, там, мы будем играть. Планировали. Да, дмитрий, вы рассчитывали все-таки на 1-8-ю или на четверг финала? Я рассчитывал, что сборная России когда-нибудь дойдет все-таки до финала, да. Станислав Салавович говорил, что у нас отличная сборная, что мы пройдем эту группу и так далее и тому подобное. Да, был полон оптимизма, но дело в том, что вот после такого результата я более эмоциональный, чем может быть Валерий. Я полночь не спал, скажу честно, да. Наевро я посещаю регулярно с 2008 года и как бы всегда надежды, надежды, но, к сожалению, действительность есть действительность. Это, наверное, ошибка тренера, либо игроков, либо подготовка. Не могу сейчас в данный момент сказать, но такую команду, как Даня, надо как бы обыгрывать. Я думаю, это не тот уровень, я считаю, футболистов, как там, например, Португалия, Испания, Англия, Германия или еще кто-то. Почему Даня, по-моему, ФИФА, стоит выше, чем мы? Они не помню, на каком, но они выше стоят. В принципе, не слабая команда, не мальчики для битья, по идее. Ну, вот то, что не было российских болельщиков, что нас, ну, фактически туда не пустили, не смогли мы приехать. Как вы считаете, сыграло это отрицательную роль? Если бы полстадиона было, скандировало бы Россию. Полстадиона хорошо было бы, но не пустили, вы сами знаете, это сама Даня не пустила вообще. Да, 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 это не ФИФА. Там были, вот я точно знаю, посольские, так сказать, служащие там, с церковной приходкой, это был даже сюжет, был там человек 15-20, все-таки там были, флаги наши были. Ну, конечно, сыграло, конечно, полстадиона, хотя бы даже не полстадиона, хотя бы тысячи две точно было бы наших, если бы пустили бы тысячи две, мы сами рассчитывали там поехать. Мы сами рассчитывали, кстати, если в 2020 году проходил чемпионат, да, мы, в принципе, у нас были готовы уже и визы, и билеты. Мы собирались посетить матч Финляндия-Дания, в Данию именно съездить собирались, как бы, большой делегацией из города Владимира, но, к сожалению, вот эти ковидные дела нас туда не получили. Мало того, еще и на год позже чемпионат прошел, то есть, может быть, это еще сложилась такая ситуация. Но то, что болельщиков России не пустили в Данию, я считаю, тут надо как в какой-то ультимативной форме предъявлять претензии сборной Дании, УЕФА, что это за проведение такое. Если честно, мне вот не очень этот чемпионат понравился, что вот этот разброс стран, разброс стран, непонятно, куда можно заехать, где можно посетить матчи, где нельзя посетить. Ну, слушайте, давайте так, если отмотать время на два года назад, когда все это начиналось, там, в 2019, там, все это планировалось, в принципе, идея была хорошая. Если убрать ковид, нет, что вот страны... Понимаете, вот, даже вот, если разобраться, в 2016 году я заблаговременно, ну, как бы, собирался во Францию на чемпионат Европы, да, я уже готовился к одной стране, я знал, ну, грубо говоря, какой-то язык там изучишь, да, там, какие-то спасибо, до свидания и так далее, там, подобное. Вот, и, то есть, знал свой маршрут, я знал, в каких городах будут, а здесь непонятно, вот, в одну четвертую, куда наша команда бы вышла, да, где бы, в одну восьмую, где бы она стала играть. Визовая эта страна, безвизовая эта страна. Англия, при этом, свою визу нужна. В Англию надо свою визу, и буквально за неделю ты не сможешь сделать визу, чтобы съездить в другую страну. Это тоже какие-то неудобства для болельщиков, я считаю, сделаны, по крайней мере, для визовых стран. Две страны еще, ладно, там вот была у нас Польша, Украина, там, да, Венгрия, ой, Австрия, Швейцария. Ну да, это немного. А когда вот там, сколько, 5 стран получалось? А где, больше, больше. Тяжело, и по визам, даже, и по деньгам. Италия, Англия, Венгрия. Тяжело, тяжело. Хорошо, ну вот, если вот игры, три игры России, давайте вот немножко, да, там, ваши впечатления от первой, от второй, от третьей. Первую, первую смотрели где, как? Первую. Первую я смотрел по телевизору. По телевизору, по телевизору. Хорошо, впечатления, давайте, Валер. Ну, впечатления, конечно же, Бельгия тоже, они вообще, по-моему, на первом месте, они в рейтинге. Ну и все по рейтингам. Если в рейтинге больше, значит... Ну, я не по рейтингам, если говорить так, что вот, было бы, конечно, обидней, но, скажем так, если мы проиграли какую-нибудь, там, Косово, к примеру, там. Ну, а так, скажем так, менее обильно, вроде как, и тем более счет такой минимальный 0-1. А вчера, конечно, был... Нет, я, например, рассчитывал с Бельгией, минимум будет ничья, как бы, рассчитывал, что родные стены помогут нашей команде, но никак не поражение 3-0, ну, хотя бы 1-0, там, ну, как-то вот в таком ключе. В Финляндию думал, разгромим, а Дании будет минимум ничья. То есть, я думал, с 5-ю очками команда выйдет, да. Ну, а сама игра, сама игра Россия-Бельгия, то есть, вот, по эмоциональности, по зрелищности, в конце концов? Вы имеете в виду сборную Бельгии или сборную России? И ту, и другую. Ну, сборная России меня не впечатлила вообще, а сборная Бельгии, да, занимает рейтинг, как Валерий говорит, первое место, оно это подтвердило мастера. Ну, по эмоциональности, конечно, правильно Дмитрий сказал, что родные стены, как бы, должны помочь, все-таки, дома играли. Бельгийцев там чуть-чуть-то и было, конечно, так, ну, конечно, обидно, скажем так. Рассчитывал, опять же, я на то, что 3 ключевых игрока сборной Бельгии не было, да, это Азара, ну, таких, как бы, основных игроков, нападения. Я думал, это, как бы, будет плюс нашей команде, но, там, оказывается, замены есть кому заменить, кого, да. Повторю, что футбол, он тем, может быть, и прекрасен, что он не предсказуем. То есть для сборной России, я думаю, уже предсказуем. Ну, давай так не будем. Как Саламыч сказал, что мы готовимся к Читату Мира. Понятно, да. Выводы сделали, мол, этот, готовить к Катару. Вот смотрите, Бельгия, болельщиков бельгийских было немного, тоже, да, там по разным причинам не приехали, не смогли, российских было достаточно. Но я читала на форумах обсуждения, да, болельщиков, они были недовольны тем, сами болельщики, как болели за наших, что не было кричалок, не было того, не было другого. Вот вы как болельщик, болельщик со стажем. Со стажем. И вы тоже, я знаю, часто бывали на наших матчах, за рубежом в том числе. И из Дмитрия, мы правильно сказали, три чемпионата Европы мы провели. Четвертый у меня получается. Четвертый, да, четвертый, я планирую. Имеется в виду, вот как, скажем так, прекратилось существование Всеносийского объединения болельщиков. Он как бы есть юридически. Но раньше я помню, что в этом Вене, что в Польше слажено было речо. Русские проходы марша были традиционные, с барабанами, кричалки традиционные были, все их знали наизусть. А сейчас, конечно, я ничего прочего не хочу сказать. Вот так называемые болельщики, они тоже милые, хорошие люди. Кто как нарядится, там, как кошники, например, в царя Ивана Грозного, вот я видел, там, да, наряжаются. Красивые, милые люди с балалайками, там, кто в медведе наряжается. Колорит свой должен тоже присутствовать. Но нет вот этого слаженного боления, скажем так. Катюшу там не могут спеть, кто в лесу под дрова кричал. Да волну запустить не могут. Волну даже не могут. Нет, дело в том, что вот раньше было 8-й, 12-й, 16-й год, было Всероссийское общество болельщиков, как Валерий говорил. Кстати, он входил в исполком этой организации. Вот. Была организация, грубо говоря, это организовывали не только поездки, да, но культуру боления, вот эту вот саму культуру боления. Разрабатывали кричалки, перформансы. То есть недостаточно было просто приехать и посмотреть? Конечно, конечно. И то есть это была активная поддержка сборной России. Сейчас нет того организатора, который бы мог завести, ну, грубо говоря, хотя бы один сектор. Но на России и Финляндии флаг города Владимира был виден со всех уголков. Ну да, у нас... Можно я расскажу? Да, можно. Давайте. Нам подарил, вот мы тоже на торпедо, адреса и слава Шохен, флаг он там сняли с этого, с флагшотта. В каком году? Вот сколько? Четыре года назад, сколько? Придем в Европе. На Францию. На Францию. Перед этим, да, да, да. Теперь он постоянно... А мы сделали там просто напись «Владимир». Не все знают, что такое Лев и... Да, и Владимира сделали, вот он висел сейчас, пока правильно заметили. Вся Европа видела, как голы нам забивали, Путин даже видел. Нам не забивали со сбором Финляндии голы. Валера, мы забивали. Мы забивали в ворота Финляндии. Был виден наш флаг, да. Три забили. Почему три? Путин даже видел, как говорится. Потом, что я еще хотел сказать. Но традиционно мы, в принципе, и всегда вывозили. Раньше у нас был просто триколор, Владимир было написано. Имперский флаг Владимир было написано. Многие даже мутко с нами сфотографировались. Хорошая традиция. Будем продолжать. Есть звонок зрителя, давайте ответим ему. Алло, Игорь, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. С чем у вас установлена популярность и распространенность футбола? Спасибо за ваш вопрос. Почему вы любите, да? Немного перефразирую. Зритель спрашивает, чем обусловлена популярность футбола? Я перефразирую, может быть, лично к вам, к каждому. Почему и как вы полюбили футбол, Дмитрий? Вот вы лично. Ну, это, во-первых, спорт номер один, да. В 1984 году, после дисквалификации футбольного клуба «Торпеда Владимирова», я посетил наш стадион, в то время «Строитель». Ну, как-то заразился. Потом в детстве, мне кажется, в то время мы все играли во дворе, гоняли мяч. Это было любимое занятие, что зимой, что летом. Ну, не знаю, как-то нравится этот вид спорта. Ну, болельщик, это слово «болезнь». То есть, заразился, в хорошем смысле слова, и на всю жизнь. Валерий, вы как? И когда? Я, например, меня отец привел в 1985 году на матч Черноморец-Одесса-Реал-Мадрид. Заминственный матч был, Питковский стадион был. И вот с тех пор как бы и хожу самостоятельно. Так, футбол, у нас даже в городе, посмотрите, у нас уже тысячи людей, кто играет в футбол. К сожалению, мало кто ходит. Вот, смотрите. Перестало ходить. Перестало ходить. Да, вот к этому вернемся по поводу пересталой болельщиков. Если уж заговорили непосредственно о самом футболе, в городе очень много и мини-футбольных команд, и футбольных команд. Дети ходят в различные секции, учатся футболу. Есть школа футбольная. Во всей России, в принципе, так же. Потом во дворе есть дворы, куда можно выйти, попинать мяч, и дети пинают. Почему мы даже в одну восьмую не выходим? Ведь мы же выращиваем подрастающее поколение. Есть страна огромная. Ваше мнение. Мое мнение, что страна огромная. Мальчишки ходят, занимаются. Есть из кого выбирать. Я имею в виду генофонд прекрасный. Ну, скажем так, к сожалению, Россия может быть такое слово. Генетически не футбольная страна. То есть мы хоккейная страна. У нас чемпионы по художественной гимнастике. По гимнастике вообще. Ну, вот так вот, чтобы результаты в футболе, в 60-м году только мы чемпионами Европы стали. Первый раз чемпионат Европы проводился, и мы стали чемпионами. Почему бы не продолжить традицию в 60-м? Ну, хорошо бы. У нас пока нету, к сожалению, нынешних Стрелецовых, там, я не знаю, там, Гитлеров-Понедельников, там, Лев-Яшиных, нас ждем. А потом, я всегда привожу в пример, что вот кто генетически, скажем так, ну, грубо говоря, нации к футболу предназначены. Вот возьмите Бразилию тоже, да, Горенча, Пеле, начинал вообще на фляжах. Не, ну ладно, Бразилия, мы сейчас вообще Евро, да, чемпионат Евро осуждаем. Ну, я имею в виду, что там вот, скажем так, почему-то генетически заложено искусство футбола. Пеле начинал на пляже, футбольный мяч у них из тряпок был связан. И до сих каких, в 17 лет он уже выступал. Ты кино посмотрел? Нет, ну, кино в том числе, и книжку читал на Пеле, ты сегодня написал книжку, Пеле назывался. Вот, этот, в 17 лет он уже на чемпионате мира выступал. У нас пока, к сожалению, нет. Добавки, что ли? Да, я немножечко, может быть, не согласен по генетике, да. В 60-е годы согласен Валера, в 86-88 годы, это те же люди были, да. Но мне почему-то сейчас, как бы, вспомнился фильм «Человек с бульвара Капуцынов», когда Боярский сказал, эту страну погубит коррупция. Может быть, очень много стало коррупции в футбольном мире, да. То есть, это не в футбольных клубах именно, а вот именно в верхушке РФС может быть в этом причина. То есть, что, поменять надо тренеров? Ну, посмотрите, да, вот Федор Смолов набрал хорошую форму в локомотиве, регулярно забивал. То есть, 5-е, 10-е, мастер спорта, заслуженный человек, хороший игрок, да, почему-то его не пригласили. Такого нападающего взяли за болотного. То есть, однофарктурных игроков, да, то есть, джуба за болотный. То есть, это высокий, который продавливает, а вот такого игрока, который мог бы обыграть, убежать, в нападении у нас нет. А вообще, вот оценивая, ну, вот со своей точки зрения, нашу сборную, я имею в виду, подбор игроков? Ну, я думаю, что я бы... Кого бы убрали, кого бы, наоборот, может быть. Убрал бы. Кто не нужен. Вообще, нужен в первую очередь тренер, я считаю, да. И тренер должен быть, типа, Лаврентия Павловича Берия, я считаю. Ну, любите, поставьте тренера в сборную. Нет, нет, ну, подожди, Валер, Лаврентия Павловича Берия, не надо им дуть, да, ребят, вот чемпионат Европы, выиграли, вот вам машина, деньги и так далее, и тому подобное. Проиграли, как сейчас, тайга, лес, лесоповал. Ну, они там хорошо заработали-то все равно. Ну, конечно, да, им без разницы, выиграли они или проиграли, вот это самое обидное. Да, если у нас в низших лигах таких зарплат нет, и ребята стараются, играют, пробиваются, то здесь вот, ну, какого-то старания, патриотизма у них в глазах нет. Глаза не горели, глаза не горели у ребят, да, за страну не горели глаза. Здесь я согласен, что развратили деньги, скажем так, не шальные, а большие деньги. Конечно, в Советском Союзе такие деньги не получали люди, футболисты, я имею в виду, да, а здесь миллионы... Более можно хороший генофонд выбрать за такие деньги. У меня уже крыша поехала от шальных денег, он уже там этот, начал драться, так сказать, но деньги, конечно, нужно какая-то этот... Я не говорю, что маленькую надо платить зарплату, конечно, должна быть хорошая, премиальная. Ладно, давайте с деньгами опустим, не знаем мы, сколько там, да, получают они и так далее. Открытая информация. Ну, давайте не будем озвучивать, не будем, да, никого расстраивать. Валерий, вы лично кем недовольны в нашей сборной? Тоже не хочу никого обижать, то сгаду-ка они услышат, да, так сказать. Так пусть они услышат. Я считаю, правильно Дмитрий сказал, что ответственность несет тренер. То есть, если у него подбор игроков, подбор кого куда поставить. Я говорю, вот Дмитрий Владимирович Визмитин бы вот так же справился с такими же игроками, что он, не знаю, там этого ворота поставит, этого в нападение. Так же бы и сыграли, скажем так. Тренер, конечно, несет ответственность. Даже там такая есть поговорка, за победу несут все ответственности, а за поражение несет тренер. Ну, я думаю, что победу в матче России и Финляндии обсудим после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите Телефорум. Обсуждаем сегодня футбольные перспективы. Пока сборная России. Обязательно коснемся и нашей любимой команды Владимирской торпеды. Напоминаю, наш эфир прямой. Телефон прежний 44-40-47. У нас съездит зазвонившийся телезритель. Алло, Татьяна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, Татьяна, мы вас слушаем. Алло, алло. Алло, Татьяна. Ну, к сожалению, видимо, звонок сорвался. Напоминаю, телефон прежний 44-40-47. Итак, давайте о положительном. Все-таки одна победа у нас была, эмоциональная победа. Я была на этом стадионе, Дмитрий, вы тоже были. Расскажите вот ваши впечатления и от игры, и от болельщиков. Финов, кстати, было достаточно много по сравнению с бельгийцами, допустим. Да, финнов было достаточно много, практически два сектора за воротами. Поддерживали они очень хорошо, пели песни, шумели. Чего нам не хватало, кстати, да, песен. Чего нам не хватало, да. Весь стадион как-то разорозненно, я бы сказал, да, так поддерживали команду. Но обстановка была очень хорошая. Работали буфеты. То есть стадион очень прекрасный. Ну, погода была прекрасная, да. То есть обстановка была хорошая. И после матча было тоже очень хорошее настроение. А вот поменяли в начале ворота, да, то есть там была жеребьевка в начале, не обратили внимания, и поменяли ворота. Не обратил внимания, если честно. Да, то есть мы должны были... С левой стороны. Да, да, да. То есть в итоге солнышко светило, ну, не на наших игроков. То есть вся атака была как раз вот рядом с Владимирским флагом почти, да? Ну да, да. Вот солнце, погода, как вы думаете, сыграла роль? Или вот все-таки все по игре? Могли бы, кстати, лучше сыграть? Вы ожидали счет более результативных побед? Ну да, я ожидал, конечно, это был дебютант чемпионата Европы, сборная Финляндии, да. Хотя она является крепкой, такой основательной, хорошей командой. Слабых команд там не бывает, да, ведь на чемпионате Европы. Но все равно как-то ожидался, что будет более, как бы, голевой матч со стороны нашей, естественно. Если вы помните, там на первых минутах финнам даже удалось забить. Хорошо, что, как бы, вот Вар помог, и его не засчитали. Так бы еще неизвестно, может быть, уехали бы уже домой после Финляндии, и в Данию можно было бы не ездить, да? Вот, но я не знаю, но я не думаю, что солнце, погодные условия как-то помогают, либо все в одинаковых условиях, обе команды в одинаковых условиях, да, и у тех солнца, и у наших солнца. То есть, я думаю, надо играть, несмотря на погодные условия. По количеству болельщиков, вот, допустим, если, да, вот вы были в 2018 год, полный. Ну, это, конечно, сказывается, да, это, конечно, сказывается. Вот, в 2018 год, если вы помните, чемпионат мира проходил у нас в России, я на многих матчах смог побывать. Ну, даже вот с той же Испанией, когда Акинфеев отбивал, это был, ну, такой, как-то, такая аура была, когда вот, ну, почти 100 тысяч поддерживают команду. Вот тут, наверное, у каждого крылья вырастут, вырастут, и воробья в поле можно загонять. Так получилось в 2018 году. Может быть, на этом чемпионате Европы, сказалось, недостаток болельщиков, я бы так сказал. Возвращаясь к объединению болельщиков, здесь, ну что, нет возможности, да, почему, во-первых, нет самоорганизации на данный момент, почему вот такие разрозненные теперь у нас болельщики? Она существует, скажем так, ну, на бумаге она существует, и почему, и костяк... Ну, вот я не видела организованных болельщиков вообще, вот я лично, я не видела. Ну, там вот в Казани приезжали эти, вот, скажем так, организованные там тоже из Москвы на автобусе, эти ребята, они пытались что-то, так сказать, сделать, позабновить, скажем так, поддержку, но, к сожалению, не получалось. У нас в чем плюс был в ОБИ? У нас были представители всех клубов, Москвы в первую очередь и России, то есть мы вот неоднократно выезжали, поддерживали. И, скажем так, заводящие были, вот трибуны, в данном случае Андрей, этот, локомотив болельщик, тролль, он заводил, хорошо заводил, там в свое время и смартаковские были. Ну, я имею в виду, вот сборная всех объединяла, не было таких клубных каких-то разногласий. Она, в принципе, сейчас объединяет, никаких драк, естественно, нету. Нет, ну да, атмосфера была. Ну, вот вы как поддерживали нашу сборную? Я кричалок не знаю. Вот. Да, я кричалок не знаю. А люди готовились, Всероссийское общество болельщиков, да, они заранее готовились, они подготавливали тех, кричалок, раскладывали на сиденье. В России, да, Катюшу пели. Был хронометраж, когда какую кричалку кричат. А если кто-то не знал кричалок, я еще раз говорю, были шпаргалки. Получалось так, что, ну, как бы поддерживалось хотя бы одним сектором, поддерживалось, а это достаточно много. Ну, сейчас такого нет. Один закричал Катюшу, другой Гимн России запел, третий, я не знаю, там, еще что-то, да. Ну, хорошо было. Ну, финнов было очень хорошо слышно. Так у них был заряжающий. Кстати, вот, когда мы по поводу Финляндии, мы были на матче России-Финляндии, там, в Стокгольме, мне понравилось в хорошем смысле. Нас тоже там, нас было достаточно, там, два сектора. И у них, в принципе, тоже два сектора. Но, в принципе, они замечательные, нас даже перепевали. Может быть, как-то вот, не дано нам вот это итальянское пение, так сказать, английское пение. Пока, к сожалению. Если знаете, стиль болелья английский, итальянский. Да. Вот, они хорошо поют, этот, а у нас только кричалки. А потом, у них уже более такая история, боление, да, это, во-первых. Потом, они, как бы, у них сборная Англии, это единое целое. И они знают, в какую минуту, какую песню запеть. И они эти песни знают, я думаю, с детства. У нас же, кроме «Катюша» и «Гимна России», и болельщики, я думаю, так особо ничего не знают. Ну, правильно, у них там более десятилетия, скажем так, больше даже. Это у нас только вот. Столетия, я бы сказал. Да, 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 это только вот. Культура боления. Ну, так, а у нас, значит, ее не было, и сейчас опять нет. И опять сейчас нет. Пока нет, но, скажем так, наращиваем. Даже торпеды возьмите, ну, раз вот, ну, на стадионе. Есть слаженная группа болельщиков, кто кричит, вернее, не кричит. Это песни поют хорошие наши, во славу клуба и города. Кто-то, и барабаны есть. А вот так называемые пассивные болельщики, они только могут кричать «Шайбу», там, «Нужен гол», там, и все, по-моему. Судью на мыло. Судью на мыло, все. Ну, вот на России и Финляндии я даже «Нужен гол» не слышала. Я слышала только «Россия вперед», все. Вот, тоже, да. Но, тем не менее, вот, ну, по крайней мере, меня, окружающие люди, я лично, мы тоже все вышли просто охрипшие. А вот, кстати, потом, да, после матча, когда, да, пока шли к метро, вот здесь, Дмитрий, расскажите, видели же всех и костюмы, и... Я думаю, да, возвращались с матча все счастливые, кричали «Россия», ну, был, я горд за нашу страну, да, хотя с минимальным счетом обыграли карликовое государство Финляндии, которое входило раньше в Российскую империю, да. Ну, не знаю, но все равно у меня была гордость, и я был очень рад. По игре, вот, по самой игре были моменты, как вы считаете, могли больше забить? Да я не думаю сейчас. С таким нападением, как у нас, да. Вы, Валерия, спросили, кого бы вы убрали. Ну, в первую очередь, это нападение вратарскую позицию и тренерский штаб. Я думаю, все-таки надо менять как-то, что-то новое вводить в структуру Российского футбольного союза и, грубо говоря, сборную России. Ну, сборной России больше нет, но на чемпионате Европы 2020. За кого будете болеть? Я, кстати, ремарху небольшую. Я горд за победу сборной России, даже когда мы выигрываем в таких государствах, как Андора, Лихвинштейн, так сказать, да. За кого болеть? Ну, не болеть слово, переживать, скажем так, да. Симпатия. Ну, не знаю. Вот так вот. Кроме России больше и не за кого, да. Ну, а Украину тоже не уже нет. Так, Дмитрий, вы... Я прям сразу отвечу, да. Мне очень было обидно, когда на чемпионате мира сборная Германии вышла раньше времени с этого чемпионата. Сейчас она в достаточно хорошей форме. Кстати, у меня друг хороший Владимир Лесин, он с детства болеет за сборную Германии. Я его тоже буду поддерживать, болеть за сборную Германии. Но я хочу сказать еще тоже, я вот так называемых сборных-то не остался, игры в школу. Вы посмотрите, там граждане других государств, в основном африканских. Ну, я ничего не имею против, я не российский, кажется, слава богу. Но сборная Франции, где там, по-моему, один только белый француз, ну, меня вот вызывает, так сказать, это, ну, оторжение. Это команда плоти не была, когда, да. Тоже, возьмите, Голландию, которая там, этот, Ван Бастон был, да. А сейчас вот, ну, непонятно, за кого болеть. Даже, я не помню, там вот даже статистика была где-то... Ну, границы стерты. Границы стерты, я не говорю, по моему мнению, это плохо. Раньше была советская школа, да, было понятно. Английская та же школа, понятно. Голландская школа, французская школа. Немецкая. Немецкая машина, да, их называли. А сейчас непонятно, какая. Слушайте, ну, у нас сейчас есть Владимирская школа и Владимирская торпеда, которая, в принципе, в основном Владимирская. Я знаю это, да. Я знаю школу. Сейчас, вот, сейчас перерыв у наших ребят, у Владимирских. Не перерыв, не перерыв, как это правильно называется, да. То есть сезон закончился, и через месяц с небольшим начнется новый сезон, 21-22. Хорошо. Вот каковы надежды на этот сезон, скажем так, мягко скажем, не очень удачный? Ну, почему не удачный? Я считаю, что этот сезон удовлетворительный, грубо говоря. Команда выполнила свои задачи, играли молодежи, играли своими воспитанниками, заняли середину турнирной таблицы, да. Я считаю, что... То есть смотря с чем сравнивать, да? Смотря с чем сравнивать, да. А потом, понимаете, в чем дело? Даже комментатор, когда торпеда играла с ленинградцем в Санкт-Петербурге, да, комментатор сказал, бюджет футбольного клуба торпеда Владимир 36, а у нас в три раза побольше. Естественно, они могут набрать более квалифицированных футболистов, но у нас стоят другие задачи у футбольного клуба торпеда Владимир, да. То есть мы, как многие злопыхатели говорят, вот они сели на бюджетные деньги и их объедают. Да нет, это неправда. Мы помогаем нашей детской юношей спортивной школе, мы финансируем команды детей, которые играют на КФК, да, 6 возрастов. То есть задача подтянуть наших игроков владимирских к профессиональному футболу, то бишь торпеда Владимир, это профессиональная команда, это дети 10 поколений, которые должны туда стремиться, а потом и дальше. Вот, например, у нас игрок сейчас в зимний перерыв ушел в том, сейчас играет за молодежную сборную России, и мы гордимся этим, что воспитали таких футболистов. То есть вот сейчас молодежная сборная России, и дальше, возможно, да, вот в Катаре есть у него шансы? Что? На Катар есть шанс попасть? Ну а почему бы и нет? Еще 2-3 года, я думаю, человек креативный в расцвете силы, Кривцов, да, очень хороший футболист, его воспитывал очень хороший тренер в наших землях, да, Казаков, и у нас в команде он отличался, забил много голов за Том, в ФНЛ, когда пришел, тоже забил много голов, вот сейчас его в сборную взяли, за него борются многие команды премьер-лиги, почему бы нет? Вот 3 у нас парни уехали, в Ульяновск буквально. Ну это немножечко другое, это... Нет, ну то есть он имеет в виду, я с ним согласен, что у нас есть подающие надежды, скажем так, звезды. Ну не звезды, это еще рано называть игроки, да. Звезды не были называть, чтобы у них болезни не было звезды. Да, звезды болезни. А то, что сейчас начнется чемпионат, пользуясь случаем, традиционно призываю приходить всех, у нас вход бесплатный для женщин, для детей до 14 лет. В сопровождении родителей. В сопровождении родителей. И детям войны. Приходите, поддержите команду. Слажено, пускай даже не слажено, само даже присутствие. Когда, вы поймите, когда вот играют при 500 зрителей, ну уже не то, а тем более в тишине. Конечно, игрокам приятно играть. Но не битком в стадионе, хотя бы вот половину забит. И больше... Сейчас все равно ограничения в связи с ковидом. А в любом случае, буквально через месяц ждем владимирцев на стадионе болеть за любимую команду. Да, я напоминаю, что наши гости сегодня это председатель клуба болельщиков торпеды Валерий Пузанов. Валерий, спасибо вам. Вам спасибо. И заместитель директора АНО торпеды по безопасности Дмитрий Сапашков. Дмитрий, спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте. Вариант-рв.ру На сегодня это все. С вами была Елена Панина. Спасибо.